Доброе утро, дорогие друзья! Я рад снова приветствовать вас на духовном завтраке. С вами сегодня пастор Дмитрий Крапивинский Христианский Центр. Давайте откроем Евангелие от Луки, 16 главу. И прочтем с 10 по 12 стих. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Аминь. И этими словами заканчивается притча Христа, которую он рассказал о неверном Дому управителям. И знаете, мы с вами своего рода тоже сегодня управители. Мы все сегодня чем-то управляем. Вот что-то нам сегодня доверено. Вот мы работаем у кого-то. Мы... Многие снимают жилье, кто-то на автомобилях ездит. И вот что-то нам доверено в управлении. Вот. И как мы относимся к этому? Вот знаете, у меня было свидетельство в моей жизни такое, что я работал в такси. И работал на машине хозяин. Вот, в общем. И сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что большую часть времени я безобразно относился к автомобилю. Не к своему автомобилю. И знаете, и я всегда мечтал, чтобы у меня был свой автомобиль. И никакими путями у меня не получалось его приобрести. Ни в автокредит, ни в кредит, ни тем более так его взять. Не получалось. И периодически механик гаража, он делал замечания всем водителям, в том числе и мне, о том, что надо мыть машину, надо следить, там, еще что-то. И, в общем, многие игнорировали. И я, в том числе, относился к этому, ну, прямо таки, скажем, безобразно. Вот, как христианин, отношение мое было безобразным. И однажды Бог меня обличил в этом. Вот, я увидел это, Бог показал мне это. И я покаялся. Я покаялся, просил у Бога прощения. И я не только просил у Бога прощения, но я своим поведением изменил свое отношение. Я начал относиться к автомобилю бережно, содержать его в чистоте. И стараться не допускать каких-то аварий, еще чего-то. И, знаете, через какое-то время, небольшой промежуток времени, меня начали хвалить в этом автопарке. А еще через какой-то промежуток времени, в нашей семье появился собственный автомобиль. И как здесь вот Христос говорит, что «Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» И, возможно, ты сегодня молишься, проживая в съемном жилье о своей квартире. Подумай, как ты сегодня относишься к съемному жилью. Переезжаешь с квартиры на квартиру, в каком состоянии ты оставляешь его? И вот, если ты в чужом не верен, кто тебе даст свое? Также автомобили, еще какое-то имущество, какая-то собственность, которая тебе не принадлежит. Как ты относишься? Как ты относишься к чужому? И более того, наше отношение к этому материальному миру, причем к чужому материальному миру, оно прямо влияет на истинное. То есть неправедным богатством назван этот материальный мир. Но есть праведное что-то, это вот сила Божья. И знаете, от того, как мы относимся к материальному миру, от сребролюбия, от безразличия какой-то, безответственность, то Бог нам и силу свою не будет давать. Вот, силу для исцеления, для чудес, для знамений. Эти все вещи, они взаимосвязаны. Поэтому, друзья мои, братья и сестры, я призываю вас сегодня, нас с вами сегодня, посмотреть, как мы относимся к чужим вещам, как мы относимся к тем вещам, которые нам поручены. Вот, и давайте, если мы увидим сегодня, что мы делаем что-то не так, то покаяемся и изменим свое отношение. И Бог доверит нам свое, нам даст свое, и доверит нам истинное. Благословляю вас, именем Иисуса Христа. Аминь. 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 Продолжение следует...